МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас в гостях журналист с 30-летним стажем Вячеслав Астафьев, которого многие, в том числе и я, считаю своим учителем. Здравствуйте. Ни для кого не секрет, что журналистика, особенно региональная, ну так считается, что она имеет женское лицо. Мужчин вообще в нашей профессии, к сожалению, очень немного. Вот вы в свое время почему именно журналистику выбрали и пришли в эту профессию? Это сейчас журналистика имеет женское лицо. Когда я в нее приходил, профессия была довольно мужская. В то время, это был конец 70-х годов, я пришел в газету «Рязанский комсомолец». Тогда было три средства массовой информации в регионе. Это молодежная газета «Рязанский комсомолец», главная такая, основная газета области «Приокская правда» и «Рязанское областное радио». И в этих средствах массовой информации по большей части работали мужчины, журналисты, редакторы, зав. отделы, старший редактор. Это были представители мужского пола. Поэтому я даже не о том думал, что женская она или не женская, а совсем другими вещами руководствовался. Просто было какое-то внутреннее желание начать этим заниматься. А когда вошел в профессию, делаю первые шаги, одна заметка, другая, третья в газете появляться стала за моей подписью. Начал понимать, что очень сильно засасывает. И со временем понял, что это мое. Вячеслав Викторович, ну а с чего началась Ваша профессиональная деятельность? Как обычно это бывает у многих. Я увидел объявление в газете «Рязанский комсомолец» о том, что объявляется набор в школу комсомолских корреспондентов. При газете была такая школа организована. Ее вела журналист Наталья Петровна Золотых. Она до сих пор работает в СМИ. И большое и огромное спасибо за то, что она стала моим первым учителем в этой профессии. Дальше начались занятия, практика. Ну и все пошло-поехало. Вот так я и пришел. Считается, что если журналист начинает свою профессиональную деятельность, ну, например, в печатном издании, то впоследствии ему будет достаточно тяжело работать в средствах массовой информации другого направления, на телевидении, на радио. Вы поработали везде. Вот быть универсалом, каково это? Где работать журналисту зависит от, опять же, каких-то внутренних, убежденных, от индивидуальных особенностей человека. У нас на отделении журналистики вот такого нет, а на журфаке МГУ сразу определяет специализация. То есть чем журналист будет дальше заниматься? Кто-то идет на кафедру телевидения и радиовещания, кто-то идет на кафедру интернет-журналистики, в печатные СМИ и так далее, заканчивает обучение, а потом уже идет работать по специальности в то конкретные СМИ. У нас немножко в регионе по-другому. Со мной вообще все было очень просто. Я пришел работать на радио, отработал 18 лет там. Возникла причина для увольнения. Уволился с работы. Поработал один год в пресс-службе в одного промышленного предприятия, а затем вновь вернулся в журналистику. Но уже на телевидении. Там 8 лет. Затем появилась причина для увольнения. И вот я третий или четвертый год уже в газете. Так получилось. Но был последовательный переход. И работа на радио, она очень здорово научила понимать людей, чувствовать людей, понимать, что они хотят сказать, и как-то общаться с ними. И когда я пришел на телевидение, мне очень легко было общаться с собеседниками на выездах. Я свободно разговаривал людей на камеру, они отвечали то, что я хотел. И на телевидении очень важно задать точный вопрос, чтобы получить в ответ 15-секундный синхрон. Вот мне это удавалось, наверное, отчасти, потому что я работал на радио. А потом, когда пришел в газету работать, и вообще все стало очень просто с текстами, я текст пишу газетный очень быстро. Потому что мне в этом плане помогло телевидение. На телевидении надо быстро писать текст. Приехал с выезда, быстренько написал, конвейер такой, сюжет. Пошел в работу, я поехал на другой выезд. Когда пришел в газету, вот эти все навыки, они очень здорово помогли. Вот текст прям полчаса, 40 минут, максимум час, там 5-6 тысяч знаков. И главный редактор на качество моих материалов не сетует. Но ведь тексты телевизионных сюжетов и тексты в газетах, они очень отличаются. И по структуре. По особенностям каким-то, да. То есть текст телевизионный, он жестко структурирован. Это повествование в закадре, синхрон, повествование во втором закадре, синхрон, и третий закадр, вот концовка сюжета. В газете текст более творчески пишется. То есть там, ну опять же, в соответствии с жанрами, но там есть возможность выписываться, там есть возможность творчески подойти к описанию ситуации, проблемы какой-нибудь, описать человека. То есть вот когда ручкой по бумаге, как-то возможности появляется больше. А на телевидении текст очень сильно технологичен. Скорость, да, мне помогла. А сейчас я учусь писать тексты на качество, на то, чтобы они были, ну такими, так сказать, более доходящими до человека, до его души, до его сознания, до его восприятия, в конце концов. Чтобы тексты такими были профессиональными. Ну как бы в написании газетного текста совершенства потолка какого-то нет. А что по поводу тем? Я понимаю, что чаще всего журналисты не выбирают, на какую тему ему работать. И тем не менее, душа к чему-то определенному лежит. Бывает по-разному. Руководитель дает задание, и я выполняю это задание. Руководитель старается, конечно, учитывать какие-то мои особенности, желания, моя направленность тематическая. Но иногда бывает, и все совсем то, что нужно редакции я делаю. Но и остается мне такая возможность работать в своих темах, которые мне больше нравятся, к которым я тяготею. Вот у меня это, например, все, что касается патриотизма, войны, людей в погонах. Сейчас мы закручиваем автомобильную тему в газете, поскольку я сам автомобилист со стажем с 1986 года. Мне это все интересно. Я общаюсь там с людьми в салонах, в сервисах. И как-то все само собой назрело и вылилось на газетную полосу. Я могу пойти по улице и сам увидеть тему, сесть, разработать ее. Вот, кстати, в чем отличие работы журналиста на телевидении от работы в газете. Если на телевидении я привязан к съемочной группе, к распорядку какому-то, если я не получу добро на выезд с этой съемочной группой, я работать не могу. А в газете, пожалуйста. Я могу работать в любое время, идя по городу, увидев какую-то тему. Пришел, сел, написал. Сам тему выберу, созвонюсь, встречусь с человеком. То есть я абсолютно свободен. В газете нет рамок. А на телевидении они есть, ограниченные выездом съемочная группа. Мне больше нравится сейчас в газете, что я свободен, внутренне свободен. Я свободен в тексте, в выборах тем. Мы с вами уже затронули отчасти эту тему, но вы, как журналисты, таким большим стажем, с вашей точки зрения. Нужно ли нам профессиональное образование? И какую роль оно может сыграть в развитии профессии? В этом году, вернее, в прошлом году, осенью и в конце октября я участвовал в фестивале «Вся Россия», который проходит ежегодно в Дагомесе. Там вот эти творческие лаборатории были организованы, все журналисты в России его проводят. И на этих лабораториях шел разговор о том, каким сегодня должно быть профессиональное образование. Кто-то говорил о том, что обязательно нужно окончить журфак, кто-то говорил, что это вовсе не обязательно, и для этого есть другие возможности. Вот в журналистской профессии, на мой взгляд, нет однозначного решения этой проблемы. Нужно исходить из конкретного опыта конкретной редакции, как она работает с молодежью, как она набирает для себя кадры. Каждый человек, наверное, по-особенному поступает. Был такой журналист комсомолки Василий Михайлович Песков. У него не было журналистского образования, но он на протяжении многих десятков лет оставался лучшим журналистом страны в определенной своей тематике, в написании тем природы, экологии и так далее. То есть здесь как пойдет. Вячеслав Викторович, мы бы хотели поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам успехов. И большое спасибо, что согласились сегодня прийти к нам в студию. Взаимно поздравляю тоже вас с праздником, потому что все-таки праздник журналистов считается вроде День печати, но это наш совместный праздник. И, наверное, праздник всех рязанцев. Так что с праздником, друзья! Большое спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok